Проветривается город по улицам, по реке, по таким коридорам. С учетом географических особенностей Красноярска, застройка играет пусть не ключевую, но одну из основных ролей формирования благоприятной экологической обстановки. Татьяна Павловна Лисиенко сейчас главный градостроитель Красноярск-граждан проекта. Город буквально застраивался у нее на глазах и под ее руководством. В целом, рассказывает женщина, тип застройки с течением времени кардинально не поменялся. Основные критерии по-прежнему хорошая продуваемость, но при этом комфортные условия для жизни граждан. Например, те самые домоподковы в Солнечном, которые защищают дворы от постоянного ветра. Но есть красноярские места, которые, по мнению специалиста, должны оставаться продуваемыми постоянно. Это улицы, основные артерии, по которым спустившийся с гор чистый воздух поступает в город. Есть такая традиция у нас размещать относительно реки, перпендикулярно реки, затягивая свежий воздух от реки в принципе в город. То есть вот в планировке это рассматривается таким образом, в целом по городу, это очень важно. Здесь важно, чтобы вот эти вот коридоры прохода воздуха к реке, они не были закрыты. Не случайно ставили дома в свое время. Да, был сильный ветер, но это было проветривание, когда вот так вот строчная застройка называлась. Кварталы для Красноярска наиболее удачный вариант. Невысокие здания, закрытые домами и дворы. Однако из-за городского рельефа не везде есть возможность их разместить. На том же уклоне дом не поставишь, поэтому на таких местах идет точечная застройка многоэтажками. Причем, рассказывает Татьяна Лисиенко, некоторые застройщики-архитекторы отталкиваются от природных качеств и ветровой нагрузки территории. Для других же важнее композиция и внешний облик. Хуже, когда уже в процессе застройки меняют изначальный план. Ведь любой отход от начальных параметров может плохо сказаться, в том числе и на продуваемость, считает главный градостроитель. Изменилась застройка, изменилась этажность, там он стал другого масштаба совершенно. То есть от пяти к девяти перешел, а теперь у нас 24, это вот просто везде. Любое изменение, вот как-то специально дом построили, поставили, чтобы там закрыть дворовое, а вот чуть-чуть изменили и ветер пошел. Вот, поэтому здесь вот вроде как механизмы контролирования есть. Есть еще такой традиционный подход, он все время уходит, он более техничный становится и более такой, знаете, ну как больше компиляции откуда-то. Вот если не профессионально, не совсем профессионально заниматься, то, наверное, происходят ошибки. А самое главное, вот даже хорошо сделанный, не утвержденный, он начинает изменяться в процессе строительства под влиянием иных факторов. Любое неверно размещенное здание может ослабить ветер, в то время как правильно поставленные строения помогут ускорить воздушные потоки. Главное, считает градостроитель на этапе планирования и проектирования новых районов и кварталов, изучать, как новое строение повлияет на продуваемость города. Надо делать проекты планировки и надо грамотно их делать специалистам. Я рекомендую привлекать все-таки для расчетов ветрового режима во дворах. Это, наверное, небольшие деньги, потому что это моделируется в Северском федеральном институте физики. Они умеют это делать, и у них есть наработки, и есть рекомендации. И вы можете сделать несколько вариантов расстановки дворов, допустим, квартал или микрорайон, просчитать и посмотреть, что, как. Сейчас в России действует стандарт, который называется «Оценка соответствия экологические требования к объектам недвижимости». Однако пока он носит рекомендательный характер. Возможно, поэтому некоторые застройщики не так основательно учитывают экологические принципы при строительстве новых районов. Полина Михальчук, Виктор Васильев, Новости ТВК.